Привет! С праздником вас! До наступления этой святой ночи люди в специальном ритуальном костре уже сожгли все плохое, накопившееся за год, навели чистоту в доме, впрок, налепили поз, заготовили так называемую молочную водку, а кто-то даже шил себе национальный костюм – дыгыл. Мне приятно, что я первый раз одела дыгыл, мне шили мастера вагинские, хорошие мастера в зимнем варианте. Я себя очень комфортно чувствую, вот в городе делаю круг благословенные, и это мне так приятно, мне и тепло, и уютно. В знак уважения к богине Балдан-Лхамо прихожане в Читинский дацан приносят белую пищу. Само подношение делается для того, чтобы во всех делах и начинаниях сопутствовало благополучие. Обычно на тарелку выкладывают печенье, вафли, зефир, сыр, конфеты. В общем, любые вкусности. Главное, чтобы число слоев было нечетное. Завершающий седьмой или девятый слой, как правило, кусочек масла. Ведь именно такая выжимка из молочного продукта у кочевого народа олицетворяет благополучие. Всегда приносит, чтобы побрызгать, с богом-то поделиться. Каждый раз, когда мы в дацан ходим, всегда постоянно берем это с собой, чтобы все удачно у нас было в будущем. Праздничный стол – лишь одна из составляющих. Сагалгана и не самое главное. Гораздо важнее отношения между людьми. Убурят они основаны на вековых традициях и почитании. И первый месяц Нового года по лунному календарю, как правило, проходит в поездках и походах в гости. С наступающим Сагалганом, как и белым месяцем, желаю всем счастья, здоровья, благополучия. Самое главное, своих старших поколений уважать должны. Шестой по счету молебен традиционно начинается в 10 часов вечера и заканчивается в 7 утра. После прихожане в специальной чаше Байпур сжигает принесенную белую пищу. Считается, что духи спускаются с небес на запах и угощаются. И которую молитву вы знаете? Ом, а не вадмых, ом, дарит, 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 суха. Эти молитвы читайте и бережно друг друга относитесь, уступайте друг другу. Екатерина Гаврилова, Николай Шунков, ЗАП-ТВ.